всем привет первым делом интересно кто из школы кто с какого курса так кто из школы поднимите руку а кто младше девятого класса поднимите руку а значит но вы не обидитесь если не все будет понятно да так а кто с первого курса у вас еще интегрирования по частям не было да так а со второго курса кто а у вас уже наверно было я просто думаю мне замахнуться на доказательство иррациональности числа пи или не замахиваться но сейчас посмотрим да может быть как пойдет может и замахнемся так а кто старше вообще старше второго курса ага ну вот да да включая естественно взрослых ну что же в этот раз в этот раз у меня в твери будет можно сказать премьера то есть лекцию с таким названием я либо никогда не читал либо у меня склероз может когда-то читал очень давно в любом случае на канале маткульт привет ее еще нет поэтому я вот попросил коллег записать чтобы заодно она и попала тоже значит о жизни двух констант или пи и е две такие главные знаменитые константы математики ну и у нас будет в середине пятиминутный перерывчик ну вроде как естественно было бы первую половину про пи вторую половину про е но дело в том что между ними существует некая связь очень красивая которую тоже обязательно нужно затронуть поэтому как в реальности будет устроена мы поглядим уже по времени но начнем мы действительно с константы пи которая ну она просто проще определяется и все она определяется так что это может понять любой пятиклассник если даже не первоклассник а именно чтобы определить пи нужно взять вот такую вот окружность любую в общем то окружность взять потом на нее аккуратно намотать веревочку да полностью по циклу вот так разрезать в длину промерить и поделить на длину диаметра то есть отношения просто по определению там я сейчас спрашиваю у ребят что такое пи мне это три целых четырнадцать сотых я говорю а а точнее да а точнее а точнее 3,14 а потом еще 15 там 920 что-то я гонит все таки давайте что это принципе число означает что он что оно такое почему оно равно 3 14 и вот здесь происходит часто зависание такое что ну чё-то там с окружностью связанное часто говорят да так вот пи по определению по определению равно отношение отношению окружности длины окружности длины окружности к ее диаметру вот значит это вот такое определение есть замечательная замечательный пример когда в 35 году в 1935 году вышла статья про китов о фонтанирующей деятельности китов называлась и эта история владимира игоревича арнольда такого нашего великого математика недавно ушедшего от нас вот он это самое он цитирует что там оценивается объем кита кит предполагается цилиндром вот ну и там написано там пи на l квадрат умножить на длину где или это соответственно половина толщины кита и дальше пишут где пи это такое специальное число которое для гренландских китов примерно равно трём это вот надпись статьи и он комментирует что видимо для китов других пород нужно нужно оценивать пи каким-то другим числом в общем универсальность математики она состоит в том что пи оно как бы и для гренландских китов и для других китов и для колес машин оно везде одно и то же но тем не менее в принципе заходите тем не менее в принципе вопрос довольно резонный с чем связано то что то что если я возьму маленькую окружность то тоже будет число то же самое число если я поделю длину маленькой окружности да на ее диаметр маленькой окружности что-то получится то же самое число с этим связано физическое свойство нашего мира а именно вот это вот поверхность на которой я это измеряю плоская да плоская я буду ее продолжать во все стороны буду брать огромные окружности и будет получаться одно и то же заметьте что если измерять пи на реальной поверхности реальной земли то никакой константы вы не увидите правда вот скажем кто-нибудь решил измерить пи так он взял окружность с центром в середине ну в кремле например московском кремле да а радиусом ну например сто семьдесят километров да это чтобы наш точка в которой мы сейчас находимся попала на эту окружность вот дальше он мысленно мысленно построил такую круговую автостраду полностью идеального круга вот мысленно построил проехал на машине потом промерил на машине диаметр и поделил как вы думаете сколько примерно он получил отлично правильно меньше немножко да насколько меньше будет вот как у китов да на самом деле нет еще не три если брать я прикидывал в какой-то момент три возникнет если провести окружность радиуса примерно тысячи километров если 170 то будет где-то 3.1 и 1 или что-то в этом духе то есть чуть-чуть поедет вниз капельку а потом чем больше окружность вы будете брать тем меньше отношение ее длинных диаметров будет получаться а что не так здесь здесь окружность неправильный или диаметр неправильный да а какой будет правильный диаметр да совершенно верно если мы построим туннель он пройдет где-то метров пятистах наверно под землей в москве и даст правильное значение если его аккуратно промерить то есть окружность то конечно ну она вообще говоря будет совершенно нормальная окружность да и диаметр у нее есть но просто он проходит через землю сквозь землю так что наша наш мир плоский по крайней мере в каких-то обозримых обозримых ну расстояниях если я возьму там триллионы километров боюсь что там тоже начнутся искажения уже связанные с ну с космологией как устроен наш мир там метрика в нем и прочее как измерять расстояние то есть уже начнутся искажения связанные с тем что мир то на самом деле в глобальном смысле не очень плоский но наша идеальная картина идеализация да плоско все плоское если мы возьмем окружность 2 больше размера то пи будет тем же самым диаметр тоже будет 2 больше размера хорошо значит это такая это небольшое введение чтобы понимать про то что реальные эксперименты на реальной земле они как бы могут ввести немножко в сторону теперь вопрос такой как посчитать пи как его оценить для начала как его оценить приблизительно очень хотя бы очень как-то грубо да вот кто из школы до школьники вот у вас будет еще в жизни много особенно кто до 9 класса очень много олимпиад наверняка вы будете участвовать во всевозможных и онлайн и оффлайн живых олимпиадах у вас будут наверняка появляться задачи в результате которых нужно будет число пи ну как-то оценивать вот и когда вы будете такие задачи решать часто будет нужно сделать вывод там например вот что-то верно потому что там пи скажем больше трех вот у меня была такая задача я ее в интернете разбирал многие наверно видели это круглый бассейн плавает ученик сбежавший с урока и приходит учитель хочет его выпороть за это и значит учитель бегает четыре раза быстрее чем ученик плавает а по по земле ученик быстрее учителя ну и плавать учитель тоже не умеет и учителя задача попасть в ту точку где ученик выберется наконец из бассейна там в конец замерзнув и вот нужно понять кто выиграет в этой игре и там как бы первая идея которая появляется на самом деле я советую всем посмотреть этот сюжет я просто сейчас не хочу его разбирать потому что он довольно длинный но первая идея заключается в том что плыть прямо бегом от учителя ну бегом плыть от учителя тогда учителю придется вот так огибать но не получится потому что если он четыре раза быстрее бегает а пи чуть больше трех да то соответственно учитель пробежит пи радиусов вот и если поделить на 4 получится времени потребуется пи делить на 4 а этому единица времени и учитель его догонит но на самом деле хочу сказать в этом сюжете все равно спастись можно но немножко по-другому над действовать а вот этот вот вывод что вот так нельзя основывается на том что пи пи на том что пи меньше 4 правильно вот эта вот идея что учитель успеет основывается на вопросе что пи меньше 4 давайте поймем первым делом вот допустим мы ничего не знаем ничего мы не в какие таблицы брадиса как это было раньше или в интернет как это сейчас не заглядываем мы еще пока не знаем чему равно пи как мы будем его вычислять на самом деле вот эти вот навыки понимание да как вы можете что-то оценить руками невероятно важны даже в век интернета и доступа к данным потому что данными надо уметь оперировать информация которая сваливается из интернета если она сваливается на головы которые сами руками ничего не умеет то она бесполезна вот это так сказать так такое самое главное да ошибка многих сегодняшних философов жизни да что вот интернет заменяет вам и навыки по вычислению производных там каких-то тривиальных функций просто устроенных и там все другие навыки которые раньше в университетах учили типа сейчас не надо учить ничего подобного если если вы не будете это делать руками ну вы просто не сможете воспользоваться информации из интернета она ни на что вам в голове не ляжет то есть это все равно надо делать руками надо делать лично ручкой в тетрадке ровно так как делали всю жизнь и так всегда и будет никакого не будет нового мира в котором все эти навыки можно будет заимствовать из интернета это все полная чушь и блажь но это так это так привет грефу и компании называется передал вот а я возвращаюсь сюда значит вот допустим вы хотите оценить да оценить число пи вот я предлагаю давайте первым делом попробуем вот эти оценки две установить такие вроде бы очень простые оценки ну например почему пи больше трех кто может мне предложить какой-нибудь о отлично кто сказал поднимите руку спасибо очень точные слова шестиугольник значит смотрите одна из аксиом но на самом деле это не аксиома это выводится ну часто в школе используют как аксиому прямая это кратчайшее расстояние между точками отрезок отрезок кратчайшее расстояние между точками на самом деле с помощью дифференциального исчисления можно это и доказать но давайте считать что это вот это нам в школе дано как факт тогда путь из этой точки в эту по прямой будет короче чем путь по окружности да дальше из этой в эту по прямой тоже короче чем путь по окружности отсюда сюда тоже короче то есть любой грубо говоря периметр любого вписанного в окружность многоугольника заведомо меньше числа пи согласны если конечно вот этот вот радиус принять просто за единицу то есть такая как бы оценка оценка снизу возникнет если вы впишите любой многоугольник внутрь окружности вот но так пишем шестиугольник и заметим что какие у него углы вот здесь при вершине будут 60 градусов да а с другой стороны все эти треугольники должны быть равнобедренные потому что это радиусы да но если у равнобедренного 60 в той вершине где сходятся две равные стороны то он какой как ни крути да то есть все углы одинаковые все вот эти углы одинаковые а следовательно одинаковыми являются все стороны не только радиусы но и последняя дальняя сторона но тогда мы сразу видим что мы вписали в окружность 6 радиусов а значит 6 меньше чем дважды пи да то есть два вот диаметр а длина 6 но на самом деле больше значит соответственно пи больше чем отношение шести к двум то есть пи больше трех есть контакт теперь следующее почему пи меньше четырех казалось бы ну должно быть как-то еще проще потому что пи вы же знаете что оно ближе к трем чем к четырем ну-ка идея о вот отличная идея квадрат и для этого нам придется воспользоваться некоторой формулой которую внимание нам придется доказывать какой да можно попытаться так можно попытаться так это действительно можно доказать но внимание это не очень просто доказать на самом деле утверждение что периметр любого описанного вокруг окружности многоугольника больше чем длина окружности не вполне очевидное утверждение я предлагаю на самом деле идти другим путем так куча идей сразу ну да но что с того ну как формально да мы чувствуем что конечно очевидно что это дольше но ясно что дольше но как вот это формализовать я предлагаю пойти другим путем на самом деле заодно мы кое-что интересное установим я предлагаю установить чему равна площадь круга и внимание если то что пи является отношением длины окружности к диаметру это просто определение то формула для площади круга которую вы конечно все знаете должна быть математически строго выведена ее нельзя уже принять за ну за аксиому за аксиому принимается что длина окружности равно 2 пи р потому что это то же самое что сказать что пи равно отношению длины окружности к диаметру то есть к двум р вот то есть как бы по определению вот вот это по определению что длина окружности равна 2 пи р просто по определению числа пи но а то что площадь окружности равно пи р квадрат надо доказать понимаете это нельзя использовать в качестве определения иначе у нас будет два разных определений для числа пи все равно придется доказывать что они эквивалентны друг другу так ну что мы сейчас будем доказывать это утверждение методами математического анализа да простят меня школьники младше девятого класса но что-то возможно вы поймете я в принципе с производными где-то в пятом классе ознакомился на уровне ну на уровне интуиции там который мне передал папа вот значит итак смотрите что я сейчас буду делать я буду менять радиус окружности вот у меня была маленькая окружность потом стало побольше потом она росла росла стала такой стало еще больше и площадь от этого естественно росла да все время значит давайте посмотрим как эта площадь растет как она прирастает вот у меня график площади да он растет каким-то образом я ну я вижу что он как-то вот вначале растет медленнее чем потом но я пока не допустим не могу догадаться что здесь реально происходит но вот я вижу что она растет вопрос какой скоростью она растет вот в какой-то момент то есть к чему приведет есть то что я заменю радиус r на радиус r плюс маленькая маленькая дельточка вот насколько вырастет площадь вот она была такая а потом я взял и увеличил ее на дельту не верьте глазам своим вот здесь та же самая дельта я просто не умею рисовать вот вот здесь везде одна та же дельта это это такая ну как сказать это как называется вот это вот колечко да колечко называется вот она везде одинаковой толщины и площадь увеличилась ровно на о да она на на длину окружности умножить на дельту ну потому что если вы разорвете здесь и вот так вот в ниточку вот так сделаете будет прямоугольник такой до длины 2 пи и толщины дельта правда представьте ножницами разрезали колечко разрезали ножницами вот так и в прямоугольник превратили и у вас будет длина этого прямоугольника естественно равна длине окружности которую вы резали но высота будет равна дельта но там чуть-чуть расхождение будет но чем меньше дельта тем меньше будет расхождение с прямоугольником то есть этим расхождением на самом деле можно пренебречь То есть у вас прирост будет на 2πrΔ. Вот прирост, если радиус такой, то прирост площади вот такой. То есть иными словами, а прирост, ну в общем для взрослых прирост это просто производная и есть. Ну а для маленьких, ну вот как бы мы смотрим, с какой скоростью растет функция площади в данной точке. В каждой точке она растет со скоростью 2πr. То есть мы знаем, что площадь, если взять скорость ее изменения, то есть говоря языком высшей математики взять производную, скорость изменения, в момент r она как раз равна 2πr, а в нулевой момент она равна нулю. Ну так вас на первом курсе уже, наверное, научили, да, что если две функции дают одну и ту же производную и совпадают в какой-то точке, то они друг другу совпадают. Ну а по-русски это называется так, если две функции совершенно одинаково растут и стартовали из одной точки, то как они могут где-то разойтись? Они должны быть одинаковые. Можете ли вы указать функцию, которая дает производную 2πr? Да, но вот этого C его не будет, потому что и площадь окружности нулевого радууса равна нулю, и πr квадрат в нуле тоже равно нулю. То есть мы стартовали с одной точки. Ну а раз мы движемся с одной скоростью, значит мы точно знаем формулу, что площадь равна πr квадрат. Заметьте, что мы ее строго, абсолютно строго доказали. Здравствуйте. Строго доказали. То есть мы узнали, что две разные функции растут с одной скоростью, что состартует из одной точки, ну значит эти функции совпадают. Вот и все. Но если мы знаем, что площадь окружности равна πr квадрат, то чему равна площадь окружности с радиусом 1? Правильно, π. А чему равна площадь квадрата, которую я нарисовал? 4, потому что это дважды 2. Теперь очевидно, что π меньше 4. Круг вместился в квадрат. Про круг мы знаем, что площадь равна π, а про квадрат знаем, что она равна 4. Всё, π меньше 4. Вот уже круто на самом деле. Уже много интересного про π узнали. Теперь чуть-чуть истории. Чуть-чуть истории и оценки, построенные на гораздо более серьезных методах. Начнем с Египта. В древнем Египте, знаете, был такой древний Египет. Много-много-много лет назад, типа 4000 лет назад. А кто знает вообще, что... Поднимите руку, кто первый раз слышал про древний Египет. Есть такие? Ну ладно. А кто знал про древний Египет? Сильно не весь зал, да. Ну ладно, это нормально. Это нормально. Нормально не в том смысле, что... Не в том смысле, что это хорошо, а в том, что это часто бывает так, что... Если ты спрашиваешь, кто знал, то поднимает руку честно те, кто знал, а кто не знал, честно не поднимают. А если спрашиваешь, кто не знал, то те, кто не знали, просто стесняются. То есть это чистая психология. Вот. У них все в локтях измерялось. Хотя, казалось бы, мой локоть, например, может немножко отличаться по длине от локтя девушки ростом метр пятьдесят. Но, видимо, на такие тонкости они уже забивали, что называется. Вот. И они говорили, так, чтобы измерить площадь круга, нужно отступить от него на одну девятую радиуса и нарисовать квадрат. То есть вот это восемь девятых, это одна девятая. Это египетская оценка числа Пи. Давайте посмотрим, к чему она приведет. Ну, пусть, соответственно, у нас радиус равен единице, тогда площадь круга равна Пи, а площадь квадратика, которую нарисовали египтяне, как написать, чему она равна? Восемь девятых квадрате или не совсем? Да, дважды восемь девятых квадрате. Что это будет? Двести пятьдесят шесть восемьдесят первых. Вот это и было по египетскому пониманию, это было число Пи. То есть они считали, что Пи примерно равно двести пятьдесят шесть восемьдесят первых, а так как они измеряли в локтях, которые у разных людей разные, то на тонкости они, конечно, не обращали внимания. Но на самом деле это не так плохо, потому что давайте высчитаем двести пятьдесят шесть восемьдесят первых. Сейчас разными способами вычислим, потому что я потом расскажу про то, что такое цепная дробь. Вот, и мы будем сравнивать с ней. Итак, три, безусловно, да? Двести сорок три. Так, тринадцать. Так. Сто тридцать. Сколько раз укладывается? Один. Уже хорошо, да? Так, девять. Сорок девять, да? Четыреста девяносто. Шесть, шесть. Сорок восемь. Ну, тут уже четыре, это совсем мало. В общем, их пи было равно 3,16. Что, согласитесь, ну, совсем неплохо. У каких-то там две... В общем, здесь меньше процента отличия. Значение египетского. То есть вот эта формула, она им давала очень хорошее точное приближение. Вот, действительно, видно, что эти треугольники практически полностью компенсируют вот то, что выпирает, да, со стороны круга. Следующее приближение. Да, я еще хочу странную вещь проделать, а именно... Сейчас я 256 поделю на 81. И запишу это в виде того, что он называется цепная дробь. Цепная дробь – это такая процедура, которую можно выполнить с любым вообще числом, любым вещественным числом. А именно, нужно извлечь из него целую часть. Потом посмотреть, что остается. Остается у нас 13,81. И перевернуть, как кто-то правильно сказал из зала. 1 разделить на 81,13. Теперь дальше это продолжить. До тех пор, пока вообще, ну, получается продолжать. Что дальше будет? 3 плюс 1. Делить на... Что здесь у нас? 6, да? 6. Плюс сколько остается? 3,13, да? А 3,13 – это единица, деленная на 13 третьих. То есть на 4 плюс 1,3. Вот такая получилась у нас цепная дробь для вот этого приближения, которое было у египтян. Фигня. Вот вам 22,7. Шикарная оценка. 22,7. Ну, давайте посмотрим, чему равно 22,7. 22,7 равно 3,21,1,0,1,7,30. Сколько? Неплохо, правда? 48,28. Ну, дальше пойдут, на самом деле, уже отклонения. Там, скорее, ближе к 3, да? Ну, примерно вот столько. Но заметьте, что это круто, потому что... Такие большие числители и знаменатели. Дали расхождение меньше процента. А вот такие маленькие числители и знаменатели дали расхождение порядка промилле. То есть порядка одной тысячной от самого величины числа Пи. Ну, или там двухтысячных. Не больше двухтысячных. Не больше одной пятьсотой. То есть, казалось бы, как... Ничего себе. Вот у нас совсем маленькие числа. Отношение дает настолько большую точность. Ну, давайте разложим Архимедова. Да, приближение в цепную дробь. Это еще проще? Это что? Три плюс одна седьмая. И оказывается, что это лучше. Вот. Это лучше, чем то, что там написано. Вот. Хорошо. Идем дальше. Товарищ Лудольф надоедал своему научному руководителю в 17 веке очень сильно. Просил задачу. Все время решал задачи, просил новые. А руководителю, видимо, очень не нравился. Он его послал. Но послал не так, как сегодня посылают. А он сказал, вычисли 600 знаков числа ПИИ. И не приходи. До того, как ты не вычислишь их. Он ушел и пропал. Ну, да. Пропал. Но вы не думаете, он не навсегда пропал. Через 20 лет он пришел и сказал, вот. Все эти 20 лет он вписывал все более и более многоугольники такие, как бы. Миллионугольники, триллионугольники. И считал знаки. Считал доступными в 17 веке методами. Вот. И посчитал там огромное количество знаков. С тех пор его называли число Лудольфа некоторое время. Это число. Ну, да. Руководитель, видимо, прифигел. Но об этом история, по крайней мере, я не знаю, что дальше было. И вообще, байка не байка. Ну, так или иначе, Лудольф вычислил огромное количество знаков числа Пи. Вписываем на гугольники. Но мы с вами сейчас, на самом деле, выполним некоторые действия, которые произвел Эйлер примерно один век спустя. Который вот так вычислил столько знаков, сколько вам нужно. Вот прямо реально не 20 лет там, а те же 600 знаков на бумажке можно было бы, видимо, за день без проблем вычислить. Вот. Ну, а любое разумное приближение гораздо быстрее получалось просто. И вот сейчас я расскажу про это. Но прежде, прежде вот история, по крайней мере, я не понимаю, откуда возникло следующее приближение, которое мы рассмотрим. Сейчас я его вот здесь запишу. Я не помню. А приближение такое. Пи, но это вроде бы тоже древнее совсем. Совсем еще до. Примерно равно 355 делить на 113. Запомнить очень легко. Надо записать. 1, 1, 3, 3, 5, 5. Потом разделить на две части. Поставить это вверх, а это вниз. Если вы, да, если вы хотите вдруг быстро вспомнить несколько цифр, числа пи, возьмите и поделите. Вот возьмите калькулятор. У кого есть калькулятор? Продиктуйте мне первые. Так, так. Шикарно. Вот эти шесть цифр совпадают с числом пи, которое вы смотрите, посмотрите в этом самом. То есть это до миллионной доли точность. С точно до миллионной доли. И всего лишь такие вот небольшие числа дают огромную точность. Если мы произведем вычисление в цепную дробь, это будет 3 плюс 14, 113. Да, правильно я понимаю? 14, 113. Это 39, да? Ой, 16. 16, 113. То есть здесь 113, 16. Ну-ка, что такое 113, 16? Это 7. Правильно? И как раз остается одна шестнадцатая. Поэтому это 7 плюс 1 делить на 16. Так вот, на самом деле само число пи можно просто взять и тупо разложить в цепную дробь, если вы каким-то другим методом, например, тем, которым я сейчас расскажу, посчитаете его с очень большой точностью. Вы сможете его использовать для построения цепной дроби. Так вот, она начинается с того же самого, 7 плюс 1 на 16, а дальше, если я не ошибаюсь, идет коэффициент 292 или что-то в этом духе. То есть что-то совершенно безумное такое, что пренебречь им дает совсем-совсем маленькую ошибку. То есть вот это приближение совершенно шикарное. И вообще, для любого числа, какой бы вы ни взяли, самое лучшее рациональное приближение дается с помощью разложения в цепной дроби. Цепную дробь. И это утверждение, которое доказывать не буду. Оно не очень простое, но оно строго доказано. Это теория цепных дробей, теория приближения чисел. Очень хорошо развитая на сегодня уже область. И вот там есть такой замечательный результат, что для приближения надо просто научиться раскладывать цепную дробь. Отдельно этот вопрос является сложным, как раскладывать число в цепную дробь. Но все ближайшие приближения идут там. То есть, в частности, это просто начало цепной дроби. Вот это неправильное начало. Это правильное начало, просто мы игнорировали 16. А это совсем хорошее приближение. Так, ну что, теперь перейдем к более продвинутым методам вычисления числа π. Более продвинутым. Вот здесь мне понадобится такая функция, как арктангенс, которую изучают в старших классах. А тангенс изучают чуть раньше. Интересно, в каком классе? Тангенс, наверное, в девятом, арктангенс, наверное, в одиннадцатом. Примерно так, да? Вот. Но я скажу, что такое тангенс. Вот. Но арктангенс – это как бы наоборот. Если я нарисую окружность, направлю вектор в ее самую правую точку и начну отсюда наматывать на нее целые отрезки. То есть я беру отрезок как бы вертикальный, а потом раз, загибаю его так, чтобы он пошел по окружности. Ну тогда между уголами и отрезками будет взаимноднозначное соответствие. И это соответствие называется измерение углов в радианах. Это вот вначале учат в градусах, да, мерить углы? А мы будем углы мерить в радианах. Что значит радиан? Один радиан по определению равен тому углу, который получится, если вот так еще один радиус намотать на окружность, чтобы длина вот этой окружности совпала с длиной вот этого вертикального радиуса. Это как бы примерно означает, что я в эту точку, но не совсем. На самом деле он загнется немножко чуть-чуть в другую точку. Вот. Ну и приблизительно, приблизительно, это 57 градусов примерно. Примерно 57 градусов. Ну если так грубо, то 60, да? 60 градусов соответствует приблизительно одному радиану. Ну мы тоже знаем, что 60 как раз вот вот этот вот отрезок был допрямим. Ну а 57 чуть-чуть изогнется, он немножко меньше будет. Так вот. Теперь мы тангенсом числа Х называем просто отношение. Значит, сейчас скажу, что мы называем. Значит, мы откладываем вот сюда число Х. Х радиан. Потом отправляем прямую до пересечения с вертикальными. И вычисляем длину вот этого отрезка. Это называется тангенс. Он же отношение вот этого к вот этому. Ну, с тангенсом, я просто сказал, чтобы школьники знали. Вы знали, что такое тангенс или нет? Знали. Кто-то знал, кто-то нет. Ну в общем, вот так он измеряется. То есть вот сюда наматывается длина. И потом вот так вот раз туда до пересечения. И вот эта вот длина будет тангенсом. Ну понятно, что это можно делать только вплоть до вот этого значения. А дальше у нас вертикальная пошла. И получается бесконечность. Ну, тангенс, в принципе, определяется и для этих. Но мне просто не нужно будет это делать. Вот. Поэтому... Да, если вниз, то со знаком минус. То есть я как бы вот эти вот буду отрицательными считать. Вот. А арктангенс — это наоборот. Это означает, я взял вот здесь вот какое-то число Z. Так, потом вот сюда его проектирую. И смотрю, к какой длине окружности вот это вот относится. Да, то есть Z, арктангенс, Z. Это функция, которая сопоставляет любому вертикальному отрезку то количество шагов по окружности, да, длину вот этой части окружности, которая ему соответствует при этой проекции. Это называется арктангенс. И вот дальше я воспользуюсь тем, что знают первокурсники. Может быть, Риди Тейлеры были у вас? А, нет еще. Но второкурсники точно знают. Значит, дело в том, что арктангенс X равен X минус X кубе на 3 факториал плюс X пятый на 5 факториал минус X седьмой на 7 факториал плюс так далее. Это берется путем, опять же, вычисления производных и сравнения их. Производная от арктангенса вычисляется по формуле производной от обратной функции. В общем, это не очень сложно и написано поголовно во всех учебниках математики высшей. То есть в любом. А? Ой, конечно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Вот, да. Вот это. Уже все. Точно. Да. А почему? Ну, давайте я напишу, почему. Потому что арктангенс X штрих равен 1 делить на 1 плюс X квадрат. И это просто вот вы, если вычисляете по формуле производной от обратной функции. Ну, а дальше это как бы... Это раскидывается вот в такой вот ряд, а от него очень просто найти Найти функцию, которая при дифференцировании дает вот этот вот ряд и в нуле равна нулю. Это как раз вот такая функция. Так, а при чем тут π? А при чем тут π? Какая-то функция, у нее какой-то ряд. А π тут при чем? Наверное, арктангенс какого-то угла даст что-то связанное с π. Нет? Как вы думаете? Арктангенс какого угла легко, очень легко измерить? Ну-ка. Нуля. А? Нуля. Нуля, да. Но... Ну, это нам не поможет. О! Кто сказал одного? Вот. Берем вот здесь вертикальную единицу. Чему равен угол вот этот? 45. 45. А в терминах... В терминах длины окружности? П на 4. Точно. Значит, получается, что арктангенс... Арктангенс единицы, да? Равен π на 4. Но, с другой стороны, если мы возьмем большую метлу, огромную метлу, и заметем под ковер все тонкости следующего перехода, который я делаю, а именно я подставляю сюда единицу. Сразу предупреждаю, вот взять и просто так подставить здесь единицу, формально абсолютно непонятно, почему мы имеем право так сделать. Если, например, взять арктангенс не единицы, а чего-то чуть-чуть большего, чем один, то при подстановке сюда этого числа вот этот вот ряд ничего не будет обозначать. Он будет, как говорят, расходящимся рядом. Он не даст нам никакого значения, поэтому подставить нельзя. На самом деле никакое число больше единицы подставить нельзя, получится абракадабра. Но при подстановке чего-то, наоборот, меньшего единицы очень легко обозначать, что все хорошо. Вот этот вот ряд, он прекрасно сходится при любом х меньшем единице, и обозначает некоторое число. Но вот оказывается, что на грани единицы все-таки можно подставить. Это требует математического обоснования, но это факт верный. И в результате мы получаем такой способ измерить число пи. Взять калькулятор. Ну и раз где-нибудь, если вы хотите, до шестого знака. Хотите до шестого знака? Миллион раз придется работать. Туда-сюда. Минус одна треть, плюс одна пятая, минус одна седьмая, плюс одна девятая, минус одна одиннадцатая, плюс одна тринадцатая. И так миллион раз. Вот у вас будет точность примерно до шестого знака. Ну это же невозможно, это же тогда вы превратитесь в Лудольфа, да? Ну это ничем не лучше, чем Лудольф. Поэтому пришел, пришел Эйлер и сказал свое веское слово. Что? Эйлер пришел. Леонард Эйлер, величайший математик восемнадцатого века, пришел и сказал свое веское слово. Он сказал, он сказал, арктангенс единицы, то есть спина четыре, на самом деле равен арктангенс одной второй, плюс арктангенс одной третий. Формула. Если я скажу формулу Эйлера, это не будет означать ничего, потому что сто формул именуются формулой Эйлера. Это одна из них. А как это доказать? Дать тангенс. Точно. Капитан, очевидность, должен нам сказать, что надо взять тангенс. Нет, спасибо огромное, потому что действительно, как бы, вообще, математикам нужна некоторая смелость, да? Смелость заключается в том, что если вы быстро на глаз прикинули несколько методов, которыми вы могли воспользоваться, чтобы что-то доказать, и один из методов очень похожий, что должен привести к цели, просто берите и фигачьте. В данном случае, конечно, взять тангенс, это первое, что приходит в голову. Тангенс от арктангенса, ну, это туда-сюда, да, пройти? Тангенс того числа, который получится, если отсюда обратно сюда вернуть, ну, понятно, что это просто то же самое число. Тангенс арктангенса равен самому числу. Поэтому это единица. А с другой стороны, у меня тангенс от альфа плюс бета, где альфа это арктангенс одной второй, а бета это арктангенс одной трети. Но для тангенс альфа плюс бета у меня есть замечательная формула, которую мне сейчас кто-то воспроизведет. Абсолютно верно. Так, те, кто младше девятого класса, не переживайте, вы скоро это узнаете. Как вы узнаете? Уже знаете, да? Так. Ну и что? Ну-ка, давайте. Тангенс альфа и тангенс бета к чему равны. Одной второй. И одной третий. Значит, сверху. Вот это, а снизу один минус одна вторая на одну треть. И что у меня получается? Конечно, сверху пять шестых. И снизу пять шестых. Так вот повезло. Мне просто так повезло. И все. Получилась единица. Значит, соответственно, в самом деле тангенс обоих сторон равен, одинаков, а тогда, ну там, проанализировав те промежутки, в которые должны попасть эти два числа, видно, что действительно они попадают в правильные промежутки. И равенство тангенсов будет следовать равенству самих вот этих выражений. Все. Значит, у меня, на самом деле, есть такая формула, которая гораздо более привлекательна. Сейчас поймете, почему. Итак, π на 4, на самом деле, равно арктангенс одной второй, прибавить арктангенс одной третьей. А теперь скажите мне, чему равен арктангенс одной второй по этой формуле? Ну-ка. Не, прям диктуйте. Дальше. О, в кубе. В кубе? А это в какой? В пятой. А с одной третью? Аналогично. Одна треть минус одна треть в кубе. Делить на 3 плюс. Одна треть пятой. Делить на 5. Но, внимание, эти с огромной скоростью бегут к нулю. одна вторая в тридцать первой степени будет равна чему? Ну, примерно. Ну, так, по порядку величины. Одна вторая в тридцать первой степени. А? Десятых. Ну, да. Да. Одна миллиардная, даже меньше. А одна треть в тридцать первой? Там запахнет триллионами уже. То есть, получается, следующее, что если вам требуется, например, девять знаков числа пи, то здесь вы берете этот ряд до одной второй в тридцать первой, и это буквально не больше там двадцати слагаемых, типа шестнадцатых слагаемых, да? А здесь берете где-то до двадцать первой, скорее всего. То есть, еще десять слагаемых здесь. Двадцать шесть слагаемых, ну, вообще без проблем, да? Без всякого компа. То есть, с точностью до одной миллиарды вы вычисляете без компа за несколько минут. Ну, а с точностью до каких-то там этих шести... Шестьсот знаков после запятой это там типа полторы тысячи членов одного ряда и тысячи членов другого. Но это все равно фигня. То есть, всю работу Лудольфа можно сжать в один день курсовая какая-нибудь. Такая достаточно бессмысленная все равно. Но факт то, что быстрая. Для тех, кто старше второго курса, ну, и начиная с второго курса, вы сможете потом, если захотите, хорошенько это проработать и превратить в строгое доказательство. За этот сюжет спасибо Боре Трушину, у которого я этот сюжет нашел. Очень красивое доказательство, теоремы, которые утверждают, что π не равно никакой дроби. То есть, вот это число, отношение длинной окружности к диаметру, не может быть представлено в виде отношения двух целых чисел. Это такая как бы... Это старинная проблема, которую решили, ну, буквально там пару веков назад, не больше. Есть еще более сильное утверждение, которое звучит так, что π не является корнем ни одного многочлена с целыми коэффициентами, или, как говорят, трансцендентно. Но это уже на 7 лекций Мехмата МГУ на четвертом курсе. А вот про рациональность, про иррациональность числа π, что оно не может быть представлено в виде дроби, то есть оно иррационально, на самом деле есть довольно короткое доказательство, которое сводится к следующему. В начале предполагается, естественно, да, от противного, что пусть π есть какая-то дробь, пусть π является дробью. И что тогда? Вот тогда распадается на две части. Значит, первая часть это последовательность функции f1 от x, f2 от x, так далее, fn от x бесконечной длины последовательность функции вводится. n-ная функция задается следующим образом. fn от x это x в n умножить на a минус bx в n делить на n факториал. Ну, просто вот взяли и придумали такую последовательность функции. Ну, как сказать, не спрашивайте меня зачем ибо в математике этот вопрос столь же бессмыслен, как и в философии. Единственное, что в философии вы его, ну, как бы сказать, в философии вы можете выдумать любую конструкцию, и если будет красиво звучать дальнейшая речь ваша, то она будет признана научно замечательным достижением. Вот. А вот в математике все-таки, если вы что-то делаете, вы должны делать это, видя в конце некую цель. В философии целью является рассуждение. Я как-то философию вообще плохо воспринимал одно время, потом познакомился с некоторыми некоторыми философами современными. Особенно на мое мировоззрение повлиял такой философ, у которого фамилия Дугин. Возможно, старшее поколение его знает. Вот. И это довольно интересный мужик, когда его слушаешь, вот, ну, прямо слушаешь, и не хочется останавливаться, не хочется выключить. До этого я не слушал никогда таких философов, чтобы не хотелось выключить, а вот тут вот не хочется. И я понял, что в философии что-то есть. По крайней мере, она, ну, там, она производит на свет какой-то связанный интересный текст. Ну, то есть, можно относиться даже как к музыке. Мы же не требуем от музыки, чтобы вывод какой-то был у нее. Она должна доставить удовольствие, а вот философия, в сущности, тоже это то, что должно доставить удовольствие. Но, возвращаясь к математике, мы должны в итоге воспользоваться каким-то странным нашим вот этим конструктом, чтобы получить то, что мы хотим. А хотим мы доказать, что π не является вот никакой дробью. Ну, что же это за последовательность функции такая странная? А вот какая. Теорема номер один, которая имеет абсолютно техническое доказательство. Абсолютно. Просто доказательство в лоб с правилами дифференцирования многократного многочленов. Она звучит так. Для любой k от нуля до бесконечности и для любого n от единицы до бесконечности, то есть для любой, как бы будет вот этой функции, для любой, на самом деле, k-той производной вот этой n-той функции. Мы сейчас сделаем некоторые утверждения про все производные всех этих функций одновременно. А именно, любая производная любой такой функции в нуле, а также в числе a делить на b, которое по предположению равно π, напомню, принадлежит z, является целым числом. То есть все производные всех этих функций целочислены в нуле и в π, ну, предполагаемом π, естественно, да? То есть если мы как бы просто рассмотрели дробь, то для любой дроби вот эта последствия функции обладает этим свойством. А дальше просто мы будем выводить как бы противоречие уже с тем, что эта дробь должна быть равна π. Значит, эта лемма чисто, она совершенно технична. Нам нужно просто научиться брать катую производную от такого многочлена. Там есть функция катый производный от произведения двух функций. Она очень похожа на бином Ньютона. Там те же самые коэффициенты вытекают. И из-за того, что вытекают биноминальные коэффициенты, там сокращается вот это вот прям техническая часть совсем. А вот теперь идейная часть. Смотрите, идейная часть такая. Пусть для какой-то функции g от x верно вот это утверждение. То есть все ее производные значит, только теперь уже теперь уже теперь уже π как раз мы рассматриваем значит, вот это вот смотрите теперь предположим уже, что π рационально, да? И пусть g от x это функция такая, что g катае производное в нуле и g катае производное в точке π целочисленные. Вот предположим, что есть какая-то функция, которая обладает такими свойствами. Тогда утверждается просто не больше не меньше, что интеграл от нуля до π g от x да, ну и она всюду давайте всюду больше нуля, она всюду больше нуля, вот, сама функция g всюду больше нуля между нулем и π, вот, то есть она вот так устроена, ну, видно, что все эти функции так устроены, они больше нуля в этом промежутке, они 0 в x и 0 в π, а посередине вот так вот они изгибаются, то есть это удовлетворяет вот этим условиям, вот, так вот, значит, утверждается, ну, кстати, сейчас, возможно, даже это условие в данный момент мне не понадобится, я утверждаю, что вот такое выражение, вот такое выражение тоже целочислено, значит, как это делать? Опять же, на втором курсе вас научат приему, который называется интегрирование по частям. Интегрировать по частям, когда вы домножаете на синус, очень легко. Синус это d от косинус, но со знаком минус. И вы выписываете, что у вас происходит. У вас косинус вот в этих точках в 0 и в π целый, целочисленный, а g тоже целочисленное по условию. И поэтому, когда вы будете интегрировать по частям, будет некоторое целое число, прибавить некоторый новый интеграл, который уже взят от g штрих до умноженный на синус или косинус снова. И так вот итеративно, шаг за шагом, итеративно, шаг за шагом у вас будет получаться, что это все время возникает, значит, здесь целое. Но еще, значит, тут надо дополнительно потребовать, чтобы то, что происходило вообще когда-то завершилось, поэтому пусть g это многочлен. Вот если многочлен, у которого производные в конце концов занулятся, какая-то очередная производная занулится, вот, тогда этот процесс взятия интегрирования по частям, шаг за шагом будет все большую и большую производную от функции g вовлекать, а справа будут все синусы и косинусы, синусы и косинусы, синусы просто будут равны нулю в точках 0 и π, а косинусы в 0 и π равны единице и минус единице. Соответственно, поэтому ничего не целого в силу условия возникать не будет. У нас все равно в ответе должно быть целое число. В конце концов, g штрих сгорит очередной, потому что это многочлен, станет нулем. И мы завершим эту операцию некоторым конкретным целым числом. Но теперь внимание, собираем то, что мы знаем. Эти функции все удовлетворяют этим условиям, значит, такой интеграл для этих функций всегда целое число, для любой из них. Итак, вот у меня функция. Она больше нуля на отрезке от нуля до π. Она имеет конкретный вид х в n на а минус bx в n делить на n факториал. Так? И оказывается, что интеграл от этой функции умноженный на синус x по dx всегда целый, но при этом он больше нуля, потому что она вот такая, а синус в этих промежутках он тоже такой, да? От нуля до π он растет, потом падает к π. То есть произведение, вот это произведение, оно положительно всюду между нулем и π. площадь соответствующая, то есть интеграл этот поэтому будет больше нуля и с другой стороны он целый в силу сделанных вот этих вот чисто технических утверждений. Это два утверждения абсолютно технической природы, абсолютно доступные любому человеку, который научился интегрировать по частям и брать производные. То есть абсолютный мотан второго курса не выше. И вот мы получаем, что для любого n вот такой интеграл целое число. Значит, что мы дальше делаем? Мы смотрим, чему равна функция при очень больших n. Вот это. Как ее оценить? Ну, x не больше π. Это не больше а. Значит, везде на этом отрезке она fn-ная функция f с номером n меньше, чем π в n на а в n делить на n факториал. Куда эта штука стремится при росте n? К нулю. А синус мешает этому процессу или нет? Вообще никак. Он меньше единиц по модулю. То есть получается, что функция это она прижимается к земле. Прижимается к земле в длину всего отрезка. Ну тогда какое же целое число? В конце концов, интеграл станет тоже очень маленьким. Он положительный, очень маленький. А мы говорим, что оно целое число. Он даже до единицы не достанет. Все. π иррационально. То есть здесь ошибка только в тот момент, когда мы воспользовались вот этой лемой, которая верна для π с учетом того, что π это отношение двух целых, чтобы воспользоваться этой лемой. Как только π не отношение двух целых, все противоречие исчезает, как дым. Потому что мы не можем утверждать ничего. Вот такой функции мы создать не можем. А если бы π равно было a9 на b, то это все связывается в одно очень красивое вот такое вот рассуждение. Ну и собственно, это как бы можно сказать приглашение в Борином ролике очень подробно на полчаса. Причем даже для тех, кто не умеет интегрировать по частям, там специально там, ну как бы, то есть там есть даже частично доказательство для тех, кто умеет дифференцировать, но не интегрировать. Вот. Там замена. Но с другой стороны, интегрирование по частям не сильно сложнее, чем взятие производных. Вот. Так что вот так вот. π иррационально, и это совсем не сложно. А вот то, что π не является корнем никакого многочинга с целыми коэффициентами, это очень-очень-очень сложно. Так. Переходим к Е. Да? Переходим к Е. Что такое Е? Пришли вы в банк. Пришли вы в банк. Я вчера пришел в банк, мне нужно было там одну карточку убрать вообще из моей жизни. Вот. Пришел в банк и начал в своей манере там беседовать с оператором, там, с шутками, прибаутками, а вот этот договор куда? В унитаз сразу там. Ну и так далее. Рядом стоял молодой человек, долго смотрел, говорил, что он снял маску, говорит, да, вы в жизни такой же, как на лекциях, что ли? Сцена в банке. Ну вот. Так вот пришли вы в банк. Пришли вы в банк. А там 100% годовых. Ну, да, вам смешно. Но вы не жили в 90-е годы. Да, никогда. Никто из вас не жил в 90-е годы. Вот жили вот несколько человек здесь. Да. Вот. Я жил. В банке говорилось. Да что ты говоришь? Как сохранился-то. Хорошо. Ну вот. В общем, в общем, те, кто работали в 90-е, помнят эти 100% доходы. Положил сегодня 1000 рублей, и через год тебе 2000 возвращается. А если миллион, то 2 миллиона. Но на самом деле не возвращается. Понятно. Суть в том, что это как бы говорится, что возвращается, но на самом деле не возвращается. Так вот. И вот такая странная ситуация, что рубль сегодня станет двойкой. 100% у нас за год. Но вы хитрый. И вы положили на месяц. А мало ли что, вдруг сгорят потом. На один месяц. А на месяц какой будет тогда процент? Ну вот если у нас, то есть если он удваивается, да, он удваивается, ну а соответственно он превращается в 1 плюс 1. А за месяц он превратится в 1 плюс 1 двенадцатую, да? Ну, вроде как разумно, да? Ну вот, соответственно, вы через месяц забрали эту двенадцатую. Что вы с ней сделали? Правильно. Снова выложили обратно. Так. Хорошо. Да, потом через месяц еще раз. Уже у вас вот столько, да, через месяц будет, потому что уже от вот этого количества берется 1 двенадцатая, да? А в следующем месяце от этого количества дополняется 1 двенадцатая. Ну и соответственно за год возникло 1 плюс 1 двенадцатая в какой степени? В двенадцатой. Во. Здорово. Ну и тут приходит к вам, допустим, какой-то друг и говорит, так ты клади все чаще и чаще, у тебя все больше денег будет на выходе. Завтра забирай. Каждый день приходи и забирай. 1 плюс 1 двенадцатая, да? И так каждый день. То есть тридцать шестьдесят пятой степени. Вот. И у тебя будет там бесконечность. Он прав? Нет. Почему? Функция ограничена. Да, потому что эта функция ограничена. Она возрастает. Это, кстати, не очень просто доказать. Но она возрастает. И она ограничена. И даже при огромных n она, ну, в общем, она стабилизируется к чему-то. Вот это все, если растет, да, триста шестьдесят пять растет в бесконечность. Это я сейчас как бы на языке, чтобы было понятно даже школьникам совсем младших классов. Вот. Я бы написал для всех студентов и старших школьников, я бы просто написал, что лимит, принт стремится к бесконечности. Вот если совсем какой-то шизанутый, каждый час забирает, да, все равно он не уйдет за вот это вот число. Восемьсот тысяча восемьсот двадцать восемь. И там какие-то еще много-много-много цифр. В общем, никак, 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 никак не уйдет вверх за вот это число. Оно и называется вот этим символом Е. Оно именно так. Одно из определений числа Е именно такое. На самом деле числа Е много разных определений. Они все эквиваленты друг к другу. Ну и одно из них стоит то, что вы каждую секунду реинвестируете ваши деньги в банк. И все. Каждую секунду. И считаете за отчетный период. За год нужно набрать. То есть то, что за год вы получаете сто процентов годовых, вы можете превратить в Е минус один умножить на сто процентов. Ну то есть не удвоить, а уерить, уерить. То есть увеличить в 2.7 и дальше вот эти все цифры. Но не больше. То есть больше уже никак не сделаешь. Это предел ваших возможностей, даже если вы каждую секунду будете это делать. Как его запоминать? Число Е. Раньше было такое классное правило. 2.7. А дальше продолжайте. Кто старше? Да, два раза подряд год рождения Толстого. А теперь, теперь внимание. Выступаю я с пиар-лекцией в некотором регионе России. Довольно провинциальном, далеко расположенном от Москвы. Ну и сельская школа. Вот. А школьники ничего. Вполне. То есть, так сказать, вот я рассказываю старшим школьникам, что такое Е. Понимают, в общем, даже. Ну, то есть на этом уровне вполне понимают. И я говорю про это правило. Сзади тишина. В глазах понимание исчезло. Я говорю, что такое? Такой шум. Внутри шума два голоса. Первый. А когда он родился? А второй. Кто это такой? Так что правило, которое, как сказать, у нас в наше время было некоторое количество констант, которые знали все наизусть. Да, все, поголовно все. Когда была какая-нибудь там революция или война? Когда, значит, что-то связанное с какими-то числами там Е. А, днем рождения Толстого, да, какие-то такие даты, год смерти Пушкина. Но в современном мире уже это не так. То есть вот эти вот как-то константы. Я бы не сказал, что русская культура сводится к константам. Но все-таки какую-то часть они там занимают. Какие-то вот всеобщие, ну, те, что мы должны знать, да. Вот год рождения, год смерти Пушкина или там других писателей. Мне кажется, это часть культуры, которой нужно, конечно, обладать. То есть что-то надо по-прежнему заучивать. Ну, ладно, возвращаемся к числу Е. Итак, вот оно примерно такое. Другое, но более точно его как бы, ну, его надо вычислять, да. Но вы не будете по этой формуле вычислять. Это безумие, честно вам скажу. Это совершенно безумие. Вы будете долго вычислять по этой формуле, очень. Поэтому нужно, опять же, нам нужен какой-то подход к числу Е, чтобы было проще его вычислять. А для этого я вам дам другое определение числа Е. Другое. Потом доказывается, что это то же самое. Значит, другое определение числа Е. Есть даже еще два. Ну, давайте я для того, чтобы сэкономить время, дам такое определение. Значит, вот у меня есть такие функции. Такие функции вида А в степени х. Ну, то есть функция, вы возводите данные фиксированные одно и то же число в разной степени. Показательная функция называется. То есть вот f от 3, например, это А в кубе. f от 5, это А в 5. f от 7, А в 7. Обладает свойством, что f от x плюс y равно f от x умножить на f от y. Часто именно так и строится в математическом анализе, в подходе. Ну, А может быть разным. Но здесь, как для школьников, я могу сказать, что здесь, как ни странно, можно построить при любом веществном x. То есть при дробных, при отрицательных, при недробных, через предельный переход. Ну, в общем, такие есть такой набор функций. И они все обладают тем свойством, что они вот здесь, вот здесь в нуле, равны единице. Потому что любое число в нулевой степени равно единице. И если А больше нуля, например, я прошу прощения, если А больше единицы, то они вот в эту сторону наклонены. Если А меньше единицы, то вот в эту сторону они наклонены. При единице это просто константа. Функция 1 в степени x это константа, равна единице. А так они все вот в этой точке фокусируются, и одна из них, и только одна при некотором А, она имеет касательную, равную биссектрисе вот этого угла. То есть вот здесь угол 45 градусов, вот одна из них стартует под 45. Вот другое определение числа Е такое, определение Е, это такое число, что Е в степени Х имеет угол 45 градусов в точке 0,1. Просто такое определение, это определение, ну грубо говоря, определение Ньютона. То есть определение через исследование, так сказать, производной вот в этой общей точке, через которую они все проходят. Одна и только одна обладает таким свойством. Ну, на самом деле, если немножко порефлексировать, это то же самое, что f' равно f. Тут возникает такая ситуация, смотрите. Давайте возьмем производную от любой функции, обладающей таким свойством. Производную в первом курсе вы уже умеете, да, брать, в принципе? Значит, даже кто-то из старших школьников, наверное, умеет. Вот, допустим, я знаю, что у меня есть вот такое равенство, что функция удовлетворяет при любых двух, x и y такому вот тождеству, такому соотношению. Тогда как мы берем от нее производную? Смотрите, f' от x равно пределу f от x плюс какая-то маленькая дельточка минус f от x делить на дельточку. Согласны, да? Согласны? Вот, опять же, значит, мы заметаем под ковер, почему такие функции дифференцируемые. Мы заметаем это под ковер. Так, но смотрите, что мы можем сделать. Давайте, мы можем вот это разложить, правильно? f от x плюс дельта чему равно? f от x на f от дельта. Минус f от x делить на дельта. А теперь, внимание, вы знаете, что из предельного перехода можно убирать константу. Здесь же предел при дельте стремится к нулю, а x фиксировано. Значит, вот это f от x это просто число. Правда? Ну, раз оно число, уберем его вне определенного перехода. И что останется? f от дельта минус 1. Делить на дельта. А что это такое? Ну-ка, кто скажет, что это? Ну, как логарифм, да. Ну, в смысле, логарифм вот этого а, да, должен быть? Ну, если говорить на языке производных, что это, чему равно это значение? Давайте я так запишу. Производные в нуле. Функции равна самой функции, домноженной на производную в нуле. То есть, производные от функций, которые переводят сложение в умножение, ведут себя так, что производная функции пропорциональна самой функции. Ну, и вот этот коэффициент пропорциональности, он досадный и мешает, правда? Он мешает нам. Ну, давайте поэтому найдем такую функцию, при которой этот коэффициент равен единице. Тогда он не будет мешать. И вот эту функцию и назовем е в степени х. А, соответственно, число назовем числом е. Так, теперь, теперь, теперь нужно объяснить, почему это то же самое е, которое через банк, да, определяется? Почему это то же самое е? Вот здесь я рисовал кривые вида а в степени х. И одна из них была под 45 градусов. И эта кривая была названа кривой е в степени х, а соответствующий число названо числом е. А в другом месте я клал деньги и говорил, что максимальная сумма под 100% годовых, которую я могу получить каждую секунду, добавляя все новые проценты, это е. В чем же связь? Где это? Где это странная связь? А связь вот какая. Вот, допустим, я беру функцию такую, предел. Прин стремится к бесконечности. 1 плюс х делить на n в n. И попробую взять ее производную. Наивно-наивно просто взять. Раз. И взять. Что у меня получится? Наивно-это значит, я взял и залез внутрь предела. Вот это не всегда можно делать. То, что я сейчас делаю, делать можно не всегда. А когда можно, это уже матанализ объясняет. Значит, я взял производную, внутрь предела засунул. То есть, 1 плюс х на n возвел в n, взял производную, а потом взял предел. Что у меня получилось? Ну-ка, кто может быстро взять производную от того, что здесь внутри написано? Ну-ка, первый курс. n умножить на... В какой степени? А это что означает? Да. Раз и два. Ну, а у этого и у этого предел, очевидно, совпадает. Потому что они отличаются домножением на 1 плюс х деленный на n. Ну, при основе бесконечности, 1 плюс х деленный на n, конечно, идет в единицу просто. Поэтому вот эти два предела совпадают друг с другом. И, ну, в смысле, вот, я прошу прощения, вот этот, вот этот предел совпадает с вот этим пределом. И поэтому получается, что вот эта функция, действительно, взяв производную, мы получаем ее же саму. Но мы уже назвали такую функцию е в степени х. В курсе дифференциальных уравнений вам будет рассказано, почему две функции, удовлетворяющие одному и тому же уравнению, дифференциальному первой степени и еще там совпадающим некоторые точки, должны быть друг другу равны. Так же, как у нас было с двумя функциями, которые одну производную дают. То же самое будет верно про две функции, которые одному и тому же уравнению такого простого вот линейного вида. Поэтому е в степени х и есть та самая функция, то есть предел при стремиться к бесконечности 1 плюс х делить на n в n. Получается, что это одна и та же функция на самом деле. Но если это одна и та же функция, то подставьте в нее х равно чему? Единице. Здесь будет ньютоновское е, а здесь будет банковское е. А есть еще эйлеровское е, знаете какое? Да. На самом деле, если вы возьмете производную от вот такой функции, то у вас опять получится та же самая функция. 1 сгорит, х превратится в 1, х квадрат на 2 вкатериал превратится в х, х кубе на 3 вкатериал превратится в х квадрат на 2 вкатериал, они так вот сдвинутся на одно деление просто. Ну а справа это все умирать постепенно будет, потому что n вкатериал это жесткая штука, он быстрее, чем любая а вен, при любом х, х вен и в конце концов отстает от n вкатериал, поэтому это все умрет и получится, что производная от такой функции тоже равна ей самой. Мы уже три экземпляра нашли, три экземпляра функции, производная от которой равна ей самой. Но в этом случае все эти экземпляры должны давать е в степени х, а значит е имеет целых два определения, еще одно определение е это вот такое, 1 плюс 1 плюс 1 на 2 вкатериал, плюс 1 на 3 вкатериал, плюс так далее, плюс 1 на n вкатериал. Ну и так далее до бесконечности. Так, я вам обещал связь между е и π. Давайте запишем, чему равно е в степени и φ. Это предел, при n стремиться к бесконечности, 1 плюс и φ делить на n в n. Это я уже к комплексным числам перешел, вы видите, да? Перешел к комплексным числам. Но в комплексных числах это выглядит так. Так, вот единица, а вот, соответственно, у меня, вот у меня, вот 1 плюс и φ делить на n. А если я поделил и φ на n, то вот 1 плюс и φ делить на n, согласны? То есть это как бы мы пошли по вертикальной оси туда вверх вдоль и мы отступили на единицу в комплексных числах, а потом пошли вверх на расстояние φ. Мы его вот сюда положим и возведем n степень вместо этого числа, которое лежит на окружности в этой точке. Почему, спросите вы, получится один и тот же результат? Я отвечу следующее. Он не получится один и тот же в точности, но он будет одним и тем же в пределе. Почему он будет одним и тем же в пределе? Потому что чем ближе к нулю, тем меньше расхождение, причем оно порядка 1 делить на n квадрат. Они друг к другу прям прижимаются здесь, вот это вот вертикальное касательное, да? Она прижимается к окружности. Очень близко. Порядок здесь будет 1 делить на n квадрат. А чисто техническая лема говорит о том, что если к x делить на n прибавить что-то порядка n квадрат и возвести в n-ную степень уже все вместе, то предел при n стремиться к бесконечности будет такой же, все равно e в степени x. То есть вот эта вот небольшая добавка порядка 1 на n квадрат внутри этих скобок, она ни на что не влияет. Это техническая лема, я сейчас доказывать не буду ее, но она, так сказать, это хорошее упражнение. Мне кажется, что на канале она где-то есть, доказательство этой лемы, где-то оно присутствует. Ну, в общем, если так, то мы, значит, от того, что мы расходимся совсем-совсем чуть-чуть, этот предел не меняется, поэтому я могу заменить вот эту точку на вертикальной прямой на вот эту точку на окружности. А теперь скажите мне, пожалуйста, какие у нее координаты? Правильно. А вот кого именно? То есть будет косинус чего-то плюс i на синус чего-то. Вот вопрос. Чего именно? Не совсем. φ – это когда я намотал всю. А я намотал φ делить на n. То есть на самом деле это синус и косинус φ делить на n. И предел не должен меняться. Предел, он не должен меняться у нас от этой замены. Но, друзья мои, вы все знаете, кто изучал комплексные числа, по крайней мере, да? Как возводятся в n-ную степень точки на окружности? n уйдет. Да, да, φ просто давно что-то на n, и n уйдет. Поэтому ответ – предел, при n стремится к бесконечности, косинус φ плюс i синус φ. А где здесь n? n умерла. А чему равен предел постоянной величины? Ей самой равен. А значит, исходный предел тоже ей самой равен. Поэтому формула, которую вы знали как условную, верна в точном комплексно-аналитическом смысле. e в степени i умножить на φ равно косинус φ плюс i синус φ. Подставляем π. Косинус π плюс i на синус π. Что это? Минус один. Синус умер, косинус минус единица. Все. Вот это вот волшебная связь между двумя мировыми константами. На сим позволяю себе завершить. Точнее, позвольте мне завершить на сим. Вот. Маткульт привет называется. Заходите. Дальше у нас есть тикток. По-моему, Саватан называется тикток, если я не ошибаюсь. Но найдете. Также фейсбук называется. Сайт Саватеев XYZ, где 100 уроков математики и книга «Математика для гуманитария». Все бесплатно скачивается. Вот. Все. Спасибо.